здравствуйте друзья сегодняшнем видео обзоре мы обсудим расскажем вам какие действия мы предпринимаем для оказания вам услуги юридической защиты и вы всегда сможете посмотреть данное видео и понять что и как происходит итак начнем с этапов работы на настоящего кредитного юриста очень многие сейчас действительно или несчастья натыкаться на так называемых антиколлекторов ничего против них и тому подобных людей которые делают вид что помогают то есть люди деньги за каждый эпизод своих говоря своей помощи написать бумажку 300 рублей сходить в суд ты еще рублей отнести в канцелярию еще сколько-то и так далее и тому подобное и как правило люди сталкиваются с такой ситуацией когда им конкретно не говорят что же на самом деле поэтапно будет делать юрист защищающий их значит от произвола банковского напомню что мы не против банков не против банковской деятельности мы против беспредела которые не реализуют данные конкретные представители вот этих вот обществ организации и мы стараемся помогать нашим клиентам борьбе с этими проявлениями и так как же работают настоящие кредитные юристы и что они на самом деле делают для людей и так напомню что наша работа занимает в среднем максимум до года да то есть 12 месяцев делится на некоторые сегменты сегменты судебная работа судебный процесс и после судебный процесс работа судебным пристава большую часть времени занимает досудебная работа введение так называемого цивилизованного цивилизованного конфликта с банку этот этап необходим он очень важен так как частость в части случая это очень часто касается мфо каких-то кредитно-потребительских кооперативов частных расписок и тому подобных моментов бывает так что уже на этапе досудебных вот этих вот переписок кредиторы отказываются от своих претензий ну грубо скажем отстают от клиента нашего так как понимают что в процесс и судебный процесс идти нет смысла повторю часто это случается с микрофинансовыми организациями так как там тоже есть юристы их задача минимизировать расходы своего работодателя организации они юристы понимают что ситуация суде может очень серьезно обернуться против них так как заключение вот этих вот микрофинансовых договоров да и сами эти договоры носят очевидные признаки кабальной сделки категорически неприемлемо по закону здесь значит мы описываем ситуацию что и почему мы делаем и так первое что мы делаем это отправляем ряд писем по каждому конкретному пункту нарушающим ваши права письма отправляются в банк либо вам по с с требованием значит привести в порядок данный конкретный пункт либо его удалить из договора либо привести в соответствие с действующим законодательством ожидание ответа понятно банка отсутствие ответа либо отписка не имеющие отношения к делу как правило время это занимает вот примерно вот такое смотрите по логике значит порядка 15 дней мы ждем уведомления о том что банк получил наше письмо дней 10-15 дается на то чтобы банк ответил на это письмо и соответственно столько же времени на получение обратного ответа вы понимаете да ситуацию вот где-то среднем один месяц мы шлем несколько писем подряд по каждому конкретному пункту договора где-то может быть обобщаем те пункты в 1 письмо первым делом мы естественно отправляем отцов согласия на обработку персональных данных и передачи информации о вас третьим лицам ну конечно же это очень важно и значит досудебный вот этот весь конфликт называемый цивилизованный судебный этап он занимает 2 3 срока вы должны быть к этому готовы судебный процесс что происходит формате судебного разбирательства мы приходим с иском суду суд либо уже собственно говоря и и понятное дело значит арсеналом наших вот этих вот копий писем не ответов от банка или же там каких-то ничего не значащих ответов от банка и предлагаем судье значит расторган данный конкретный договор так как он противоречит действующему законодательством по сути является ничтожным и выполнять условия этого договора мы не намерены а выглядит это буквально так мы готовы платить по договору да так мы можем это делать такими суммами какими нам удобно и комфортно но пожалуйста в первую очередь договор либо должен быть приведен соответствие с действующим законодательством либо расторгнут и тогда мы будем платить через судебного опыта естественно банкиры никогда не будут переделывать типовые договоры там в единичном как говорится формате им проще расторгнут такого поверьте вот значит при расторжении договора естественно фиксация суммы фактически понесенные расходы фиксируются они тем деньги которые хотел бы банка вас увидеть действительно сумма которую вам потратил на вас и только она значит актуально для взыскания ну естественно там существует какой-то карме коммерческий процент небольшой вот так или иначе мы списываем незаконные вот эти начисления страховки пени проценты на проценты штрафы и приводим собственно конкретно четко и сформулированной доказанной основанной цифр ну и понятное дело что эта цифра фиксируется так как договор расторгается все шапка долго больше не растет проценты не начисляется и это очень очень важный момент теперь навсегда сумма долга зафиксирована ну значит работа с возможной апелляцией вполне возможно банкиры будут не согласны данной конкретной цифрой будут там предоставлять какие-то доказательства на этом этапе мы тоже с ними боремся работаем доказываем может где-то понадобится и ваша помощь какие-то ваши показания мы за вас все заполним вам нужно подписать мы вам это предоставим вы нам отправить это возможно вот где ваше присутствие может понадобиться не в буквальном смысле а подпись вашим или допустим к участие ваше получение определения суда правило большинстве случая на призму все с вами правильно сделали если вы на каком-то этапе на нас не подвели да то судья расторгает договор так как выхода нет договор незаконные получаем определение об оплате фактических понесе фактически понесенных расходов да и то есть это нужно по решению туда это нужно сделать но мы этого делать не сможем да потому что у нас не хватает денег на исполнение вот этого решения нет ничего страшного там нету мы об этом заявляем в суде что у нас нет на данный момент такой суммы и все сваливается спускается значит фссп работа со службой судебных пристав мы там тоже продолжаем работать где помогаем судебному приставу выяснить вашу платежеспособность из исходя из позиции что в первую очередь судебный пристав должен смотреть не на сумму долга на возможности должника это прямая его обязанность соответственно естественно мы приставу помогаем очень любят когда им помогают тем самым избавляя от рутины то есть пристав подумал только о каком-то документе мы предоставляем уже разные документы мы знаем как это все происходит поэтому действительно максимально оперативно реагируем на запросы судебного пристава в этом этапе тоже может понадобиться ваша помощь потому что защита имущества должника входит комплекс наших услуг а именно мы вам во первых рекомендуем сделать необходимые вещи еще до появления нашего с вами дела о судебных приставов а именно переписать все предметы роскоши так называемые автомобиль дополнительная недвижимость не знаю какие-то вещи которые принадлежат вам на основании значит официальных документов понимаете автомобили пароходы там самолеты нужно на ближайшего родственника переписать на человека кому доверяете не беспокойтесь в этом случае они будут неприкосновенны ваша квартира дом если это единственное место где вы можете жить тоже неприкосновенно здесь никого не слушайте многих из вас коллекторы она запугали но это все не имеет ничего общего с действительностью никто ваш там плиту холодильник единственный выносить не будет стоит и благодаря ему вы можете жить то это никто не тронет более того скорее всего если мы будем работать судебными приставами к вам наверняка не пойдет никакой судебный пристав мне зачем делать потому что вы не отказываетесь платить вы просто хотите это делать комфортными для себя платежами и вот та самая оптимизация платежей на которой на этом этапе мы показываем сколько вы действительно можете платить то есть существует официальный источник дохода мы каким-то там способом с вашей же опять помощи вы нам предоставляете документ предположим как подтверждение коммунальных платежей факт наличие вас иждивенцев то есть несовершенноветних какие-то обязательные расходы без которых вы не можете существовать справки могут понадобиться кто-то из вас станет на биржу труда это тоже очень очень хорошо очень но значительно ускорит события наши происходящие до что в ваших интересах ну и соответственно дополнительные документы которые могут на ваш взгляд или на наш взгляд быть необходимого полезны в нашем конкретном движении если у вас процессе этой работы получается такая ситуация что вашего дохода элементарно не хватает для того чтобы исполнять обязательства и мы это документально подтверждаем создаем собственно говоря ситуацию когда приставы ничего не остается как списание всей суммы долга связи с невозможностью с недостаточностью официального дохода для оплаты вот по данным конкретным платежам ну если все таки мы там каким-то ограниченным цифрам незначительно приходим до комфортный платеж а в нашем случае мы бываем случае там выплатили 50 тысяч и выходит что будете платить 500 рублей но такое тоже мы подчеркну мы никаких волшебных мероприятий не проводим действуем строго по закону и четко конкретно опираемся на вашу конкретную ситуацию естественно смотрим полностью объективно ваши обязательные расходы ваш официальный доход хочу напомнить что неофициальный доход здесь не учитывается это эмоции их не пришьешь к делу вы как говорится хоть на самолете хоть там на джипе подъезжайте судебному приставу это только эмоции если данное транспортное средство вам официально по закону не принадлежит она непрекосновенно вот естественно да так и нет у него инструментов судебного пристава какие-то обеспечения наложить на дело или там подумать что вы выглядите хорошо не надо там одеваться в трипье ходить к судебного пристава поймите комфортно существовать ваше право предоставленные вам конституции и деньги которые вы тратите на хорошую нормальную одежду не могут быть у вас изъяты естественно пристав не должен разбираться где вы взяли эти деньги более тому того ему это и не нужно он его задача закончить это дело закрыть исполнительное производство либо каким-то образом значит обозначить те мероприятия которого обязан по закону произвести и все равно в чью сторону это произойдет тем самым в большинстве случаев мы создаем ситуацию когда банку выгодно отказаться от претензии это в части случаев происходит тогда когда приводим вас комфортному платежу и по всему обобщенному значит исполнительному производству где общая сумма зафиксирована по всем вашим кредитным эпизодом предположим вы платите одну тысячу рублей в месяц это через судебного пристава деньги попадают на счета судебных приставов там формируется некий реестр лучшем случае там раз в полгода что-то там собирается и распределяется по банкам в равных частях независимо от того сколько вы конкретному банку должны 1 миллион а другого 50 тысяч рублей все равными частями значит туда распределяется для банка это категорически не интересно невыгодно и ему нужно закрыть ваш счет признать ваш счет безнадежным подать документы в центральный банк чтобы центральный банк предоставил возможность коммерческому банку списать вот этот пассив что касается вашего долга в этом случае коммерческий банк снимает себя обязательства по возврату центральному банку вот этих вот денег которые на вас как говорится застряли зависит и естественно не несет никаких убытков пока вы что-то там платите даже через судебного пристава не такой уж он и безнадежный этот счет считается и поэтому банку категорически не невыгодно получать от вас эти копейки рано или поздно банк придет к судебному приставу сформирует необходимый пакет документов откажется от претензий в один приятный момент вам позвонить судебный пристав пригласить к себе вручит эти документы поток под роспись как всегда бывает и вы позвоните нам и скажете что вот нам то-то то-то вручили с чем у вас и поздравим постепенно все банки откажутся от претензий это практика но если мы на этапе уже исполнительного производства не приведем такой ситуации значит вот примерно этапы как работают наши юристы как мы работаем